Почему многие столетия взрослые рассказывают детям сказки, а дети с удовольствием их слушают? Сказка хороша тем, что в ней случается что-то необыкновенное, волшебное и чудесное, а добром всегда побеждает зло. А если сказка в книжке с картинками, то она еще интересней и ярче становится. Тема сказки занимала важное место в творчестве некоторых русских художников. По мотивам народных сказок и былин созданы многие известные картины. В качестве материала для создания своих произведений художники использовали и произведения Александра Сергеевича Пушкина. Виктор Васнецов, пожалуй, самый известный из художников, обратившийся к сказочной теме и написавший впечатляющее количество картин на фольклорные сюжеты. Его богатыри и царевны вышли за рамки книжных строк и иллюстраций. Васнецова считает основоположником неорусского стиля в живописи. Одной из самых известных своих картин Васнецов посвятил около 20 лет жизни. Богатыри стали и самой масштабной картиной художника. Размер полотна почти 3 на 4,5 метра. На картине изображены три богатыря – Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович – защитники Древней Руси, чьи фигуры воплощают героизм русского народа. Однажды Виктор Васнецов увидел в Ахтырке одну простоволосую девушку-крестьянку, поразившую его воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах. Художник поэтично соединил на полотне вечернюю природу и тихую грусть девушки. В образе Аленушки передано страдание кроткой, одинокой, всеми отвергнутой сиротке, которую можно встретить во многих сказках. Со временем в восприятии зрителей картина оказалась связана со сказкой о сестрице Аленушке и братце Иванушке. Одна из любимейших народом картин – Иван-Царевич на сером волке. Сказка, всем знакомая с детства, буквально оживает на полотне Васнецова. Иван-Царевич вместе с Еленой Прекрасной мчатся на сером волке сквозь темный лес, спасаясь от погони. Картина «Снегурочка» родилась у Васнецова как декорация к одноименной пьесе Островского. Девушка, одетая в старинную русскую шубу, выходит из леса на открытый склон холма. Зимний пейзаж освещен луной. Рядом со Снегурочкой маленькие елочки, покрытые свежевыпавшим снегом, и тоненькая березка винии. Снегурочка остановилась в растерянности. Она должна сделать выбор – вернуться в лес к отцу морозу или пойти в деревню к людям. На картине «Спящая царевна» Виктор Васнецов изобразил то самое мгновение, когда девушка уколола палец веретеном, и сбылось грозное предсказание. Заснула не только царевна, но и все огромное царство. Люди, птицы, звери, цветы и деревья – все спят. Кажется, никто не смеет тревожить заколдованный дворец. Ни один звук суда не донесется. Одной из самых удачных работ Васнецова, связанных с русским фольклором, считает динамичную картину «Царевна-лягушка». Она иллюстрирует события народной сказки, в которой лягушка превратилась в прекрасную царевну. Изумрудный развивающийся наряд, длинные темнорусые косы, легкий платочек в правой руке. Художник искусный отобразил не просто движение, а танец, которым увлечена царевна. Обращались к сказочной теме и другие художники. Например, под влиянием знакомства с Виктором Васнецовым, Илья Репин написал свое знаменитое сказочное полотно об элинном герое Садко, которое отправляется на дно морское по приказу морского царя на смотр невест, морских красавиц. Михаил Врубель, увлечен написавший стили модернизма и символизма, обращался к библейским сюжетам, падшим ангелам и всяческой мистике, но также и к народным сказочным мотивам. Вдохновившись оперой римского Корсакова Садко, постановке которой он создавал костюмы, Врубель написал поэтически сказочную картину, где показана драматическая сцена, в которой морская царевна покидает отца ради земной любви. По-зимнему сказочна работа Снегурочка Врубеля. Эту великолепную картину художник писал со своей жены, Надежды за белый Врубель, исполнявшей партию Снегурочки в одноименной опере римского Корсакова. Главным в рисунке является наряд Снегурочки. Он будто соткан из хрустальных снежинок, почти стеклянный. В опере «Сказка о царе Салтане» жена художника пела партию царевны Лебеди, а костюмы и декорации разработал сам художник. Впоследствии Врубелем была написана картина «Царевна Лебедь», на которой показан момент перевоплощения белоснежной птицы в пленительную красавицу. Полотна этих художников помогают передать внутренний мир героев сказок, погружают в то время и атмосферу, в которой жили сказочные персонажи. Используя литературный сюжет, мастера живописи сумели создать настоящие шедевры художественного искусства. Благодаря творчеству русских художников мы можем не только читать сказку, но и видеть ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин